Здравствуйте, друзья мои! С вами Вин Кондишн, я Александр, хобби-тиран, и сегодня мы в гостях у Евгения, который, если вы еще не в курсе, стал новым национальным чемпионом. Здравствуй, Женя! Приветствую! А перед началом видео обязательно подпишитесь, поставьте лайк заранее, начните писать комментарий и обязательно прожмите колокол, чтобы увидеть как можно больше нашего контента и не потерять его в пучине другого материала. Также досмотрите до конца это интервью, потому что в конце у нас будет конкурс, а призы конкурса вы узнаете в конце. Да-да! В этот уикенд, в субботу и воскресенье, проходил национальный чемпионат России по Magic the Gathering. В нем поучаствовало около 400 человек. 369 человек. 369 человек на мейн-эвенте участвовало, а на сайдах, наверное, несколько тысяч. И среди этих 369 людей Евгений оказался первым. Да, я выиграл мейн-эвент, до сих пор не верю. Но это была очень интересная игра, мне все понравилось. Расскажи нашим юным и не очень зрителям, что теперь тебе грозит с этим новым титулом. Ну, я поеду в составе национальной сборной в Барселону играть 14-16 декабря на мировой чемпионат. У нас будет трое. Естественно, я как победитель, потом второе место, кто занял, Денис Андрейчиков. И Бутаков Дмитрий будет как самый лучший игрок в России по очкам. Бутаков тоже играл, приехал из своих командировок. Теперь из-за своего статуса и контракта с Холероя он постоянно в каких-то разъездах. И полностью абьюзит свою возможность побывать на множестве про-туров. Но не забыл про нас и вернулся в родные пенаты, поиграл. С ним тоже будет интервью. Ждите его. Да, я, кстати, сыграл с ним 11-й тур. Это у меня был с ним, я с ним играю. Я выиграл 2-1, мы играли Гриксис, Мирор. Ну, раз мы уже начали про декчойс, то, соответственно, да, Евгений играл Гриксисом. Болосы тебя заставили его пересобраться, да? Да, болосы. Мне очень понравилась карта болос, когда я ее увидел на прелизе. И вот уже тогда, в спойлерах, и тогда я уже думал что-нибудь составить с болосом, какую-нибудь стандартную колоду. И это было либо РБ со сплэшем в болос, а в синий, либо УБ со сплэшем, теперь же, в красный, в болос. И в итоге, после долгих решений, все-таки УБ со сплэшем в красный, ради болоса, и ремовала красного. Таких, как Абрейт и Магма Спрей. Было, да, игр на очень много игр, и чтобы играть с агрессией, у меня есть Знойное Солнце и Час Разрушения в Сайде. Это очень красное заклинание с двумя красными манами, поэтому я играю мейном 2 маунтина. И очень много ман источников красных. Сразу же вопрос, а почему все-таки без виртуозов? Поиграв в очень много игр этой декой, я понял, что я играл и с виртуозами, и с чемпионами. Я понял, что чемпионы мне нужны, так как я должен очень большое количество карт проциклить, получается. И у меня должны быть всегда карты, и находить ответы. Эта дека, она заключается в том, что ты находишь постоянно ответы на угрозы противника. Ну, то есть ты не можешь сам форсить. Тебе надо дожить, так скажем, до поздней игры, где поставить там Скоробея, Лиану, Болоса и выиграть уже. Ну, и поэтому это чемпионы, которых не жалко и поставить в блок, и они тебе там проциклят земельки, или там ненужные ремовалы, или ненужные спылы, так как можно сбрасывать даже, как показала практика, и богов, и Болосов. Если у тебя есть там Лиана или тот же Болос, то если ты не играешь против контроля, ты спокойно их сбрасываешь, чтобы потом их вывести за обилки. Расскажи, как происходит тестинг колоды на таком уровне, когда ты не просто на расслабоне приходишь, о, я собрал колоду, сейчас я ее на FNM попробую. На серьезное мероприятие, когда люди готовятся, я думаю, сейчас это будет актуально, потому что визарды ввели новую систему и сетку EPTQ. Множество тех, ну я бы не сказал, что это юные маги, а просто те, которые раньше игнорировали по ПТК и прочее, потому что, во-первых, они зачастую проводятся в формате силят, в большинстве случаев, потому что, ну почему-то наши клубмейкеры, ах, извините, держатели магазинов настольных и не очень игр, считают, что лучше провести силят и драфт. Как происходит тестинг именно на соревновательный уровень? Ну, мы собрали топовые колоды в интернете, мы нашли топовые колоды на разные архетипы, и это очень много игр, сначала без сайда, причем обычно мы ходим по очереди, то есть нет такого, выиграл партию, не выиграл, сначала ты ходишь, либо там 5-5 ты ходишь первый, играй в свои колоды, потом 5 ты ходишь второй, либо по очереди меняйся и записывай результаты. Без сайда, там игр 10-15 надо сыграть, потом после сайда еще, и потом хотя бы, ну, потом идет оценка. Но я вот так хочу сказать, что очень важно играть, если ты даже какой-то колодотестишь, то важно поиграть против нее, это очень интересно бывает, чтобы оценить, как та или иная карта на столе давит на оппонента, чтобы лучше понимать свою колоду, я рекомендую также играть против нее, то есть при при-тестинге, то есть с сильными колодами топовыми, играя против нее, это очень большой плюс дает именно понять свою колоду именно. Вот, и, соответственно, я очень много наиграл, больше всего у меня было, ну, наиграно против Монореда и Бээра, как самых популярных. Но ожидалось, что их действительно будет превалирующий число. Я за весь чемпионат не встретил ни одного Монореда, ни Бээра. Действительно, было их довольно мало, скажем так, ну, думали, что это будет половина и больше, но было меньше половины. Процентов 30 все равно было, но я как-то не попал на них, кем больше всего тестил. Также я тестил против Моногрина, против Штармапа играл, очень минусовой матч в финале играл, такой тяжелый, но мне как-то отскочил ее, и повезло. Я оставил хорошую руку, так как знал, что играя против Рива и Резвуара уже, то есть у меня была информация, так скажем, дополнительная, чего нет. Когда ты выиграетесь, ну, в самом начале, ты не знаешь, какой колоду играет оппонент, и еще тяжелее становится кого-то играть. А в Топ-8 было легче, потому что я знал, кто мои оппоненты, и, соответственно, мулиганился, когда это надо, и когда не надо. Ну, уже знал, потому что... А поясни, а ты знал, потому что ты знал игроков, с которыми ты играешь, или это озвучивается в Топе? Просто я помню, там была какая-то неразбериха, то озвучивают они Дэкчойс, то не озвучивают они Дэкчойс. Да, то озвучивают, не озвучивают, ну, там уже я видел просто, потому что... Ну, понятно, ну, сложно, когда вы два дня играете, но ты вот краем глаза, да увидишь, чем играет человек. Ты сделал такое хорошее замечание, мы тестились. Расскажи, пожалуйста, кто мы, расскажи о своей тиме, кто они, и что ты о них думаешь? Как они тебе помогли или не очень? Они мне очень помогли, во-первых, они меня заставляют играть в магию больше, потому что я, ну, мало играл в магию, но начал последний год намного больше. Расскажи, пожалуйста, вообще о такой структурной единице, как тима в магии. Все считают, что вот я пришел с колодой, и это битва двух магов, мы друг друга месимся. А здесь как бы социальные взаимодействия. Думаю, нашим зрителям тоже будет интересно, как вообще функционирует тима, и для чего она нужна, ну, кроме того, что, ну, банально сложить пулы картона. У меня в команде Дмитрий Проник, Рената Проник, Андрей Минин, вот нас четверо. Это, ну, понятное дело, это общий пул картона, которым легче управлять и брать карты, которые тебе нужны, потому что ты не всегда можешь купить их, ну, во-первых, это очень дорого, по факту, чтобы иметь. А так, если у вас есть общий картпут, можешь составлять колоды более интересно. Конечно, всегда можно проксить, но и так и происходит. Зачем проксить, если можно не проксить? Да, если они как бы есть общие, можно их взять. А во-вторых, это очень позволяет много наигрывать. То есть, берешь тиммейта, сажаешь с собой, вы собираете там 3-4 колоды и просто играете очень много времени против друг друга. И, соответственно, очень повышается уровень игры, и ты понимаешь уровень управления своей колодой лучше. Вы их видели, они играли множество раз у нас на стримах, так что это все известные вам игроки. Да. Плюс мне очень помогал Захарченко Олег. Мы сидели здесь у меня в кальяно и очень много играли, когда у меня тиммейты не могли. У меня было время свободное, и я просил Олега, очень хороший друг, и мы с ним очень много тестились тоже. Также мы очень много отыграли драфтов. Я отыграл 19 или 18 драфтов по новому сету. Играйте больше драфтов. Не знаешь, что сделать, иди играй драфт. В итоге я достаточно хорошо отыграл драфт 5-0-1, то есть одна ничья. На самом деле у меня были такие достаточно обычные деки, я не скажу, что это были прям топовые деки. Я видел, какие бывали деки, ну просто... Просто консистентные, хорошие, все в них есть. Все было и достаточно хорошо поднимал. В отличие от многих игроков, Евгений начинал без бая, так что он все раунды национального чемпионата боролся за победу. Да, это было тяжело, но это было очень прикольно. Насколько тебе очков не хватало для того, чтобы получить бай? Ой, по-моему, много. У меня, наверное, было наиграно 900 очков. А там полторы тысячи, да? Слушай, там, по-моему, нужно в 10 раз нужно было больше. 3000, что ли, надо было. А, ну, у меня было 900 очков. Вот так. Первый день, очень тяжелый матч в первом раунде. Не знаю, кто это. Начинаем играть, это оказывается контроль. Если вы его узнали, пишите в комментариях. Это был я, я очень сильно в первом раунде напрягал национального чемпиона. Я каким-то магическим образом выиграл первую, потому что первую выиграть у контроля очень тяжело в моей колоде. Потому что у меня нет ни гейтов, ни дюрасов, ни лост легаси. У меня сайт против контроля, это просто 8 карт вылетают. Это очень большая часть колоды. Вот. Ну, как-то повезло, сдал себе хорошо. И противника не задалось немножко. Я первую выиграл. Вторая должна была быть полегче, но я опять ничего не поднимал особенного, не смог. И третью мы закончили в ходах. Я был ниже. То есть, ну, в принципе, мне выгодно это было ничья, потому что я проигрывал, но он не успел, который не убивает быстро, и не успел меня убить в итоге. Соответственно, ничья. И я такой немножко напрягаюсь, потому что у меня была даже идея сдаться. Потому что контролей будут идти... Ну, то есть, если ты играешь с ничьей, у тебя есть очень большая вероятность попасть на контролей опять. То есть, ну, большинство партий, которые заканчиваются, закрыт контролей. Ну, ладно, думаю, все равно ничего не будет сдаваться. Небольшая хитрость, друзья, мотайте на уст. Но в таких соревнователях, в турнирах мы всегда говорим, что лучше не заканчивать на ничью, потому что там, ну, странные паринги возникают и странные ситуации. А тут, более того, если ты сейчас закончишь с контролем, то наверняка тут будет кто-то, кто тоже с ним играл. Вот, мотайте на уст. Либо контроль попадется, либо с ним играл. Ну, в итоге второй тур я начинаю. У меня опаздывает противник, и он получает геймлосс. И, соответственно, я уже, соответственно, у меня 1-0, и мы начинаем первую партию. Будьте внимательны на таких турнирах, друзья, там очень все срочно. Он опоздал на, наверное, минуту, даже меньше, чем на минуту. И, соответственно, он получил геймлосс. И я, соответственно, он ходил первый, и я попался на Гриксис Мид Рейндж. Ну, то есть, это был Мирор. Кстати, к Мирору я был готов, так хорошо знал свою дочку. И достаточно, ну, в принципе, это не была тяжелая партия. Достаточно быстро закончили, я, получается, выиграл. Соответственно, я легко выиграл вторую. В третьем туре я попадаюсь на контроль, соответственно, чего я ожидал. Проигрываю первую, потому что не выхожу на ману, а за мной приходит Тефери. Ну, вторую, как бы, тоже проигрываю. Итого, после трех матчей 1-1-1. Не очень результат, на самом деле. Тут можно было бы приуныть, но магия нас учит, что не нужно сдаваться. Меня поддержали мои тиммейты и сказали, надо играть. Надо всегда играть. И мы дальше начали играть. Четвертый тур, я опять играю Мирор. И опять достаточно легко выигрываю 2-0. Ну, то есть, ну, обычная игра, но я переиграл оппонента. Соответственно, дальше у нас идут три раунда. Довольно понятно, почему был Мирор. Потому что где-то за два дня до Национала Щетка собирал всех болосов по Москве. Я думаю, у них было около семи дек с болосами они собрали. У них было четыре деки, я помню точно. Может, даже больше, не знаю. По-моему, даже больше. Может, больше с болосами, да. Я думаю, он был не один такой, который судорожно вскрывал пачки и искал болосов по Москве. Да, болосы по Москве это было очень дефицитно. Да. Вот, соответственно, потом драфт. У меня получается 2-1-1, у меня 15-й пот. Достаточно далеко от топа. Играю... Обычная дечка УГ была с флайингами, с подраться, но с альтернативным вин кондишеном. Это обезьяна, которая дает плюс три, плюс три, ее все блокируют. И за счет этого выиграл пару партий. Только за счет него. Слушай, хитро. Как-то мне все сдает, я достаточно легко выигрываю две. А в третьей партии драфта встречаюсь с пилотом, который управлял контролем, который меня выиграл. Я, соответственно, выигрываю 2-0 и очень рад этому. Такая... Вот, соответственно, первый день это 5-1-1, и я иду домой. В принципе, шансы большие. Надо было настраиваться на остальной день. Вот, ну, я выправил ситуацию из 1-1-1 в 5-1-1, и это очень хороший результат. Тем более, на драфте я был уверен. Дальше второй день до драфта 5. На самом деле, второй день это драфт, по-моему, четвертый пот уже. Достаточно резко вырос. Или 5-1, четвертый пот. И достаточно тяжело было собраться. У меня было 4 цвета. На самом деле, это была двухцветка с небольшими сплэшами. Еще в два цвета, но очень много было. У меня было 3 Тапланда и Обелиск, и Чарк, которые дают ману любого цвета от земли. Ну, то есть, достаточно легко. И первую играю в ничью. Причем, первую партию проигрываю, потому что не могу выйти на ману. Достаточно для меня, немножко ключ. Хотелось 7 ман, а было 5, не мог ничего разыгрывать. Тяжеленькие были косты в руке. С вурмом. Вторую партию тоже проигрываю, но перекачиваю хиты. Бампирчиком 0,3, который плюс 1, минус 1 делает. Но оппонент давит флайингами, и в какой-то момент у него там и джин, и еще какой-то флайинг. Он у меня убивает на следующий ход, а я, если ничего не меняю, оставляю его в одной хиточке. А я поднимаю. Первую партию мы сыграли за 38 минут. Соответственно, вторую партию мы сыграем, уже заканчивается время. Мне надо выиграть, или я уже не знаю, что делать. И я поднимаю вампирчика, который перекачивает хиточки, и просто 2 хиточка теряет. Друзья, следите за своими хиточками. Даже пропущенный или недописанный оппонент у хиточек может сыграть с вами или с ним злую роль. Так что следите обязательно, а это может быть победный хиточек. Да, ровно-ровно его убил, потому что следующий ход умирал сам. Ну и, соответственно, кончается время, мы жмем в руки, потому что третью партию мы не успеем отыграть. В итоге у меня получается вторая ничья. И меня парят вниз, я выигрываю, там 2-0, такого ничего сложного не было. Третью партию играю, и у меня очень хорошая раздача в стиле, что я там на 6-й ход ставлю вурма, который мне дает 7 хиточков, а на 7-й ход он не легендарный, ставлю иллюзию, которую ставят за 3 маны, и у меня еще вурм 7-7. Ну, то есть я 2 раза это показывал, вот, окамбу, и как бы третью партию, ну, третий тур драфта достаточно легко прошелся. Очень сильно выиграл, потому что все, все сложилось, как надо. Соответственно, первый раунд стандарта я играю с Дмитрием Бутаковым, это опять Мирор, уже третий Мирор у меня на этом соревновании. Первую проигрываю, потому что у меня был даже мулиган, просто не хватило карты, он очень грамотно все сделал, все. И он показал мне контру тогда, которую я увидел, вот, а второй тур, вторая игра достаточно была очень тяжелая, ну, я смог получить больше карт, грубо говоря, и зацепиться за стол и выиграть. Третью партию, по-моему, пофлудило Дмитрия, то есть, ну, тоже она была тяжеленькая, но он раздал себе очень много земель, намного больше, чем я, и из-за этого проиграл. Соответственно, и раунд за топ. Раунд за топ я играл с черно-белыми рыцарями, с Аджани, с Лирами, видимо, их не видел, а, видел, сбрасывали. И с Флибустьерами, которые ремовывают у тебя заклинания из руки, пока они на столе. Ну, соответственно, надо же с такой декой дошли и до топа. Да, ну, я тоже, я прочню, тестил, ну. Но Беналия сама по себе дает такой неплохой. Да, ну, если сыграть две Беналии подряд, это достаточно тяжело играть. Но, получается, выиграть первую, потому что много ремовала себе, сдаю очень много и выигрываю. Во второй делаю очень много ошибок и что-то начинаю волноваться очень дико. И, ну, да, оппонент на меня давит, понятно, но там еще получаю два ворнинга. Это единственный первый. За что? Первый раз поцелил враска с контемпом Белого Рыцаря. У меня бежало много в атаке. Причем меня заставляют перенацелить в другую цель, судья. Я еще больше расстраиваюсь, но все равно приходится перенацеливать. И второй раз делаю то же самое. Абсолютно то же самое. Просто уже начинаю волноваться. На таких турнирах вам не разрешат это отменять или скажешь, ничего не произошло, все. Ты скастовал заклинание, ты должен выбрать цель. Ну, вот здесь сказать не право, потому что второй раз я это делаю. И у меня нет альтернативных целей, кроме своего голоса на столе. И я зову главного судя, чтобы он принял решение уже главный судья. Главный судья приходит, и я не могу кастовать заклинание, если цель нелегальна. Так что мне откатывают. Это уже другая ситуация была. А та ситуация разве же точно такая же была? Да, я также в Белого Рыцаря, а мне заставляют покастить это заклинание. Я уже сыграл, но это другую цель надо выбрать легальную. А здесь я мог не выбирать цель. То есть это важно. Это работает в стиле, если бы, например, в Черного Рыцаря сыграть, например, сыграть чарку, там, в кастаут. Кастаут, да. Но ты ее сыграл, и она уже потом выбирает цель. А здесь я должен сначала цель выбрать. Заклинание, она сначала выбирает цель. И поэтому первое решение было ошибочное, но стали играть дальше. Из-за этого я еще больше начинаю нервничать, пропускаю один еще триггер полезный, но там он не резолвится, получается, потому что это мои полезные триггеры. Но в итоге все-таки выигрываю. А как же это правило сейчас, что оппонент должен тебе обязательно напоминать о триггерах? Вот, не напомнили и пропустили. Ну и, в общем, я, получается, у меня 29 очков, и я жду результатов топа, кто заходит. И захожу с седьмого места, получается. Вот, естественно, всегда ходи второй. Ну, зато хотя бы я знал колоды, против каких играю. Ну и, соответственно, первая игра опять Mirror, четвертый Mirror уже на этом соревновании. Ну, соответственно, зная, как все играет, достаточно... Ну, тут в топе времени ограничено. Да, времени ограничено, можно спокойно думать. Спокойно можно и думать, и играть, немножко подрасслабиться. Да, и дек тебе позволяет. Ну, как бы, адвантаж у него есть. В отличие от всяких RB-шек. Ну, да. Так что у него тоже это позволяет. Дечка, но... Знаем, какие там... Ловлю, по-моему, болосы на то, что он пытается его флипнуть. А у меня одна враска в руке была. Я как раз ловлю его на всей мане. Ну, соответственно, как-то получается выиграть. И я... А он сначала оплачивает, а уже потом... Тоже после того, как оппонент оплатил, можно подсоверить болосы? Конечно, потому что это как сорсер можно разыграть. Конечно, он оплатил, и я его поймал. Ну, соответственно, я могу спокойно сыграть все свои действия на своем ходу очень комфортно. Потому что мне никто не будет мешать. Это очень тоже важно. И психологически, и так. Просто в мане. Вот. Естественно, выигрываю тоже, по-моему, 2-0. И мой оппонент Моногрин с Томпи. С хапугами и с небольшим черным. С конями еще, блин. Кони хикс пруфный, да. Первую проигрываю. У меня мулиган до 5, потому что просто не вижу земель. Видимо, просто так и разволновался, что плохо, плохо шафлил свою дачку. И получаю очень много без земель. Две руки без земли. И, соответственно, мулиган до 5 и ничего не смог. Там агрессивная раздача. Я ничего не смог. Играю вторую. Там немножко, по-моему, оппонента покрючило. Он не смог выйти вовремя на коня. И я вроде успеваю найти все ответы. А, или это было в третьей. Ну, вторую, как не особо, как говорил, получается. Надо посмотреть запись. Выигрывал масс-ремовалами, которые засайдил. Я засайдил 5 масс-ремовалов, чтобы пытаться убирать эту всю агрессию. Ну, и, соответственно, в более поздней игре у меня существа более качественные. Да, так и есть. Там, потому что если поставить бога Скоробея и просто поднимать кого-то с него, достаточно быстро получается выиграть. Вот и финал с УВ Штормом Резервуар. Очень плохой матчап. Плохой матчап, но очень интересна колода. Очень интересна колода, да. Играл против нее, знал, как играть. Знал, какую руку мне надо кипнуть. И, соответственно, первую кипаю идеальную руку. Это на второй ход сифонер и быстро бегать. На третий ход думфол, сыграть, посмотреть, что у него в руке и сбросить элемент комбы. Ну, я сбрасываю существо. У него не было комбы. Еще у него было два контрспела. Существо Сай и топтер, по-моему. Соответственно, Сая сбросил, чтобы он не плодил маленьких токенов. И пытаюсь выманивать у него контру. А потом ставлю второго. Мне приходит второй сифонер, так большой передров. И начинаю постоянно много карт дровать, ища комит. Мне было очень важно поднять комит, чтобы если он будет играть комбу, я ему отменил комбу. Тогда я выиграл. Собственно, все и получилось. Первую выиграл, это очень маленький шанс. Но я просто знал, как выигрывать. Это очень важно знать колоды. Как колоды играют. И все это очень круто получилось. Резервуар пытались сломать еще с колодежи, как только они вышли. Но вот только сейчас вы распробовали их и поняли, как ими нужно правильно комбиться. Ну да. Ну не совсем, не сказал бы, что прям это шторм. Но шторм. Ну да, ну да. Много заклинаний нужно разыграть за заход. В принципе, знаю, как сайдит. Против него сайживают. Опять же, 8 карт у меня против. Выбираю точечный ремовал. Многое. Но оставляю выразка с контемпом. Так как там всаживаются карны. Они делают очень больших пацанов. Очень больших, да. По 10-10 там бывают и ставят. Ну и как бы не пройдется. Карнах надо убивать сразу. Да. Ну и как-то получается очень хорошая рука с Дюрасом в начале. А там оппонент оставил достаточно слабую руку. Потому что я на первый ход, на второй ход сыграл Дюрас уже. И мне было легче. И я не знаю, что даже подрасслабился. Но все равно это было тяжело. И я очень был рад. И очень уставший был. Даже ничего не мог сказать в начале. Воня отыграть такого, это действительно сложно. А раз мы начали говорить про сайт, расскажи о нем поподробнее. Просто расскажу нашим юным и не очень зрителям. Совсем недавно, а ну как недавно, ну лет 10 назад, когда еще интернеты не были так распространены и не было столько, много ресурсов, где можно было бы посмотреть деки. Ну деки уже были, а вот за сайт планами люди охотились. И даже я помню, их продавали за теки в мадошке. В мадошке, такое тоже было. Такое тоже было. Так что сейчас будет практически очень интимный такой момент, потому что деклист-то спалить не страшно, потому что они примерно у всех там с изменениями одинаковые. А вот сайт план, это такие вещи. Расскажи о нем подробнее. Ну сайт план, это у меня против агрессивных колод, это 5 мастер-мывалов. Это 3 знойных солнца и 2 часа разрушения. Очень хорошо против кричевых колод все показывают. А час разрушения еще и Чандра убивает, ну плейнс волки. Это очень важно, убить Чандру, играя против РБ или Монореда. Соответственно, 3 насилия. Дюрас, это классик. Обычные классические, все черные колоды. Только в Террасе, когда были тот сайзы. Ну это, тот сайз еще в жизни. Лучше были Инквизиция Козелека. И вообще можно было даже мейнами играть, потому что на любую карту это 3 или меньше. Соответственно, 3 негейта, 2 лост легаси и 2 Чандра с Дефит. Лост легаси это против контроля, убирать солнце или Тефери. Соответственно, негейта это просто отменять заклинания. Чандра с Дефит и это против Монореда. Да, их было много, так что... Да. Ну они также убивают Чандра, кто тоже очень парит. Вот. Ну и соответственно, сайт постоянно им пользовался, очень много. То есть ты рекомендовал такой сайт, даже вот на каких-нибудь ЕПТК-ушках? Конечно. Мне кажется, массовый ремовал нужен, потому что кричевые колоды будут всегда. Да, они основная. Да. И тебе не всегда успеваешь все угрозы убить. Так, сыграть массовый ремовал, это очень дорого стоит. Теперь давай чуть поменьше компетитив. Расскажи нашим юным и не очень зрителям о своем пути в магии. Как ты давно играешь, чтобы они понимали, сколько мне нужно ходить на FNM, чтобы потом взять и выиграть национальный чемпионат. Ну, я начал, наверное, в 2007 году играть. Довольно давно. Довольно давно. Я-то вот только с новой равники начал. Я тогда вот тоже была равника, по-моему. Но я как начал играть? Я приехал в Москву на первый курс с университета. И мы играли в общежитии, то есть у сокурсников они начали играть. Они играли в магию и, соответственно, показали мне этот мир. Мы играли, драфты сами у себя собирали или там катали кухонная магия, пайло. Ну, то есть просто играли. Ну, приходили на турнирчик, но ничего такого не получалось выигрывать. Но все равно было интересно играть. И я играл достаточно много. Но у меня были очень большие перерывы. Я просто на год или полтора не играл в магию. То есть не было времени, свои были дела. Уходил в армию, соответственно, тоже не мог играть в магию. И вот начал играть именно вот серьезно-серьезно. Ну, может, полтора года назад. Ну, много-много-много наигрывая турниров, выходя на ПТК все, на которые мог там. И иногда ездил даже в Воронеж бывал. И такие. Ну, может, два года последние так более плотно началась магия. Ну, то есть можно сказать, что ты к этому национальному чемпионату готовился целенаправленно. Не просто так. Я просто много играл в магию и решил пойти по фану национальный чемпионат. Ты именно под него точился. Ну, конечно, я последние пару месяцев, даже месяц-месяц, наверное, так, я наигрывал колодой. Ну, придумывал первую свою колоду, чтобы поиграть. Это вот, Грикс, получается, у меня. Играл очень много драфтов, когда вот вышел пререлиз был. Я даже не пошел на ночной пререлиз. Хотя я очень люблю ходить на ночные пререлизы. Это я тоже очень люблю. Почти всегда хожу. Но в этот раз я не пошел, потому что мы с субботу, с утра уже начали катать нон-стопом драфты. Это большой плюс, что визарды разрешили WPN-магазинам продавать уже дисплейчики на пререлизе. И вот таким людям, как вот Евгений и еще Евгений Щетка, они, собственно, сидели и тестились вместе, сыграли какое-то лютое количество. Один из тех драфтов, который я выкладывал на канал, там я, правда, я, оказалось, снимал не того Евгения, которого нужно было. Как раз вот был с того драфта, который они тестились. Просто спасибо большое визардам, что они изменили политику. Да, очень большое спасибо, что разрешили играть, точнее продавать эти паки. И мы смогли очень много драфтов отыграть. Хотя из всех драфтов, я там много их отыграл, а мы играли драфты в вампирики, я выиграл только один драфт. То есть я сыграл 3-0, только один драфт из вот этого, там почти 20 драфтов. Это на тему того, что люди спрашивали, а почему они не пикают скейп-шифт? Друзья, люди, потому что тестились, они играли на победу. А скейп-шифтом, ну, не выиграешь. Ты драфт, о, ты же окупишь драфт, но ты не окупишь национальный чемпионат. Ну, эта неделя, действительно, я думаю, вам помогла. Дополнительная неделя для тренировок. Что ты думаешь о составе сборной, в которой ты состоишь? Не знаю еще даже, честно говоря. Я не знаю, что я сам состою там, но все сильные ребята уже очень давно играющие. То есть, как бы, наверное, даже я самый слабый из них. Но я буду стараться и, как бы, очень хорошо подготовить, потому что я уже знаю, как надо готовиться, в принципе, и буду готовиться тоже. Вот и расскажи нам, пожалуйста, как ты планируешь готовиться к кубку, к чашке мировой? Во-первых, надо будет скооперироваться с теми, с кем мы уже поедем. Соответственно, можно поделиться, я думаю, все поделятся с советами. Ну, и мы будем наигрывать матчи, придумывать колоды. Вот, так что, ну, это, опять же, это очень много тестинга надо проводить. Это надо, во-первых, знать очень мета-гейм хорошо, чтобы знать, против каких колод ты играешь, и знать, какие карты тебе в какой момент нужны. Да, для этого надо просто очень много играть и очень хорошо знать мета-гейм. А Magic Online помогает в этом? Ну, честно говоря, я не играю. Или ты все-таки игнорируешь его? Я не играю в онлайне. Ну, потому что там, вообще, по идее, надо правильно сидеть и играть, чтобы тоже было полезнее. Но мне не нравится то, что там, это все-таки машины, которые сами за тебя все считают. Очень многие вещи, где каунтер, не каунтер, как изменилось состояние существа. Но все-таки, мне кажется, надо в реалии играть. Ну, слушай, ну в мадошке оно не как варенье. Там очень все равно самому нужно за многими вещами следить. Там вот автоматизации, вот, довольно много. И наоборот, тебе иногда нужно именно прожимать какие-то действия в самой мадошке. Иногда минус, ты отвлекаешься от магии и начинаешь играть против с собой мадошки. Я как раз вот насчет этого хотел тебя спросить. Но почему бы нет? Если у тебя есть возможность поиграть побольше в бумажную магию, то нужно ей пользоваться. Да, я стараюсь. А как вот к арене ты относишься? Честно говоря, я получил ключи, то есть перед национальным чемпионатом. Но я не играл в арену, потому что я готовился к национальному чемпионату и просто не было времени. Я с тобой согласен, физически невозможно на все разорваться. И опять же, там, ну, фармить этот картон, ну, таким людям, оно не нужно. А просто играть какими-то рандомными колодами, которые не полностью не собраны, но они ничего не дадут. Ну, конечно, да. Так что я пока не играл еще, ну, собираюсь поиграть немножко. Ну, ты сейчас сконцентрируешься только на подготовке к чашке? Или будешь все-таки ходить на какие-то по ПТК, чтобы все-таки попробовать на про-тур еще поехать? Я буду играть, наверное, все, что смогу. То есть все, которые будут, на которые я смогу пасть, я, скорее всего, буду их играть. Помимо тестинга, наверное, к национальному чемпионату, к чашке уже. То есть, ну, я люблю ходить играть в магию. Мне нравится. Да, нужно делать то, что вам нравится. Это правильный подход. То есть, бывает там все-все выходные на это тратишь, когда есть возможность. Ну, мне нравится. Мне вполне нравится. Не самое плохое времяпрепровождение. Опять же, социальные взаимодействия, они никогда не будут лишними. С хорошими людьми провести хороший день. Женя, спасибо большое, что уделил время. Подробно рассказал о своих ощущениях с национала. Друзья, будьте как Евгений, старайтесь выигрывать, побеждать, принимать правильные решения, много играть в магию. И последний у меня к тебе вопрос. Что в твоей колоде ты считаешь винкондишеном? Ну, конечно же, это болос. Ради кого была построена вся колода. Я играю четырьмя болосами и, в принципе, никогда не был расстроен, потому что даже у меня их два в руке. Потому что он всегда находит свой ремовал. Прям всегда. Что если его не убить быстро, он убьет тебя. Поэтому на второй ход ты можешь сразу же сыграть второго болоса. И тогда оппоненты уже немножко паникуют. Потому что это надо сбросить две карты и потратить ремовал. Ну, это как бы очень болезненно по твоим картам проходится. Тебе надо потратить три карты, а ты сыграл две, а причем одна у тебя на столе. Это очень большой размен. И как бы болос – это наше все. Но это очевидный винкондишен, а какой-нибудь неочевидный. Ну, мне очень во многих играх помог. У меня есть Doomfall, он синглтоном. Синглтончиком, да? И даже в финал я играл Doomfall на третий ход и убирал Сая против Шторма. И Doomfall мне помогал в много игр, где я его сыграл. То есть это даже было в топ-8, когда я играл первый. Там тоже играл Doomfall и убирал. Болоса выбирал противника ремовал, чтобы он не кастил против меня его. То есть Doomfall – хорошая карта, но не против всех матчей. Поэтому я играю синглтоном, и он ко мне пришел очень круто. И это был мой винкондишен. Этот вопрос я задал не просто так. Евгений согласился из своей чемпионской деки взять эти две карточки одного из болосов и Doomfall. Подписать их. И эти две карточки мы разыграем. Ссылка на конкурс будет в описании. У нас будет два победителя. Первый получит болоса, а второй получит также подписанный Евгением Doomfall. Как ты думаешь, эти карточки принесут винкондишен победителям? Болос точно принесет. Это просто бесспорно. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно пишите поздравления Евгению в комментариях. Лучше два, три. Спрашивайте у него вопросы. Пока он помнит, что было в национальном чемпионате, он вам ответит про все хитрости и про всю мету, которая сейчас актуальна. Я думаю, он зайдет в комментарии и ответит. Да, конечно, спрашивайте. Не забывайте прожимать колокольчик, потому что без него вы можете пропустить такие замечательные интервью. И, ребята, будьте классными и играйте побольше магии. И вы найдете свой! Винкондишен! Субтитры создавал DimaTorzok